ВИВАТ ИСТОРИЯ ВИВАТ ИСТОРИЯ Исключительные авторские права на радиопрограмму принадлежат ООО РУФМ, учредителю и вещателю радиоканала «Радио говорит Москва» и защищены законом. Здравствуйте! Вы слушаете «Радио говорит Москва» в эфире программы «ВИВАТ ИСТОРИЯ». У микрофона Александра Ромашова и в студии также автор и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей! Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в конце выпуска традиционная историческая викторина, в которой мы разыгрываем книги. А книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания, который находится на Садовой улице, и там дети могут заниматься вместе с родителями. Причем обучение можно начать в любой момент, и подробности на сайте благородство.ком. Очень хороший, интересный особняк, туда можно хоть раз в жизни сходить. Тема сегодняшней программы – Петр и Софья, то есть взаимоотношения в семействе Алексеевичей. Да, Саша, мы сегодня поговорим о взаимоотношениях и Софьи, и Петра. Попытаемся понять, откуда у них такая нелюбовь друг к другу, скажем так. А, то есть ты сразу говоришь, что все-таки нелюбовь была? Ну, в общем, да, но она была не всегда. Ну, мне кажется, это соперничество. Ну, давайте, Саша, сегодня об этом разберемся. Соперничество тоже было, конечно. Внутри семьи оно часто появляется. И иногда между братьями соперничество более жесткое, чем, скажем так, чужими людьми. Нет, ну тут соперничество в борьбе за престол, как я понимаю, все-таки. А тут, наверное, дорогие друзья, соперничество вообще везде. Ну, понятно, что Софья не спорила с Петром Алексеевичем, кто сколько больше выпьет. Тут, конечно, все будет за Петром. Да, он в этом отношении бомбардир. Да, ну, скажем так, кто больше знает, кто лучше разговаривает на мертвых или иностранных языках, кто лучше учился, кто папе сделал более приятное что-то там или еще что-то такое. Но это в меньшей степени, потому что Петр, когда умер Алексей Михайлович, Петру Первому было еще 10 лет. Но, в принципе, внутри семьи, конечно же, споры были. Ну, и мамы разные. Да, конечно, разные влияния. А на сколько лет старше была Софья Петра? Ну, на 15 лет. Напомню, дорогие друзья, что Софья родилась в 1657 году, а Петр родился в 1672 году. Да, все-таки разница есть. Ну, о чем Софья? Она старше. Софья родилась, дорогие друзья, 17 сентября, как я уже сказал, 1657 года. Она была шестым ребенком царя Алексея Михайловича Романова и царицы Марии Милославской. Сергей, я помню, ты когда-то говорил, что у Алексея было много детей. Сколько всего? Всего 16. Петр Первый был 14-й. Ну, да, с одной стороны, мы можем, конечно, глупо пошутить, что Алексей Михайлович любил это дело. С другой стороны, наверное, мы тоже можем сказать, что из-за того, что они вроде брат и сестра, но по возрасту они различаются очень сильно. И при том, без смерти мамы Софьи, Марии Милославской, невозможно было женитьба Алексея Михайловича на новой женщине, Наталье Кирилловне Нарышкиной, и невозможно было появление Петра Первого. Поэтому все-таки, да, она была шестая. Почему Софью назвали Софьей? Ну, давайте так, имя Софьи достаточно распространенное, даже традиционное в княжеских семьях. Притом, и мы напоминаем, дорогие друзья, она родилась в сентябре, а именно в сентябре. Ира, надежда, любовь, и матерь Софьи. Конечно, абсолютно верно. Ну, и еще недавно умерла тетка, сестра Алексея Михайловича, Софья Михайловна. Думаю, что это тоже сыграло свою роль. Хотя, дорогие друзья, что играло свою роль, когда у тебя, извините, 16 детей? Как называть их? Это уже, скажем так, достаточно... Нет, ну, ребенок-то Софья была только шестой, он же не знал, что у него впереди. Еще вторая жена и новая партия детей. А вот Петр родился в день рождения Федора, старшего брата и царя будущего, да, и в именины Федора. Но его назвали Петром, потому что уже Федор был занят. Ну, еще раз, там все сложно, и внутрисемейные отношения, и религиозные отношения, и политические отношения, и внешнеполитические отношения играли какую-то роль, да. Поэтому Софья то ли от тетки, то ли от праздника, то ли от того, что считали, что она будет мудрой. Да, она была мудрой, это 100%, да, грамотная. А если образованием Петра занимался, как мы уже с вами говорили, муж тих и кроток, дьяк Никита Зотов, да, то учителем Софьи был Симеон Половский, выдающийся русский богослов, поэт и драматург 17 века. Ну, дорогие друзья, надо сказать, что это сделано было вопреки. Не потому что Алексей сказал, вот эта дочка пойдет далеко, и дайте ей лучшего там нашего книжника и прочее, да. Ситуация была немножко другая. Софья, как девочка, не готовилась стать царицей, ну, возглавить нашу страну. И поэтому образование ей такое, которое нужно будущим царю, не давали. Но она была девушка смышленая, она хотела много чего знать. И один раз она настучала папе на своих братьев, на Федора и Алексея. Ну, Алексей, да, еще был жив. Она пожаловалась, что учителя, в том числе и Симеон Половский, да, жалуются, то, что два братика твоих сыновей, да, не учатся. Они друг друга делают подзатыльники, считают ворон. И она сказала, папенька, чтоб ты не нервничал, давай я буду сидеть вместе с ними на всех занятиях, и если что, я буду держать дисциплину. Он согласился. Ну, из этой истории можно сделать вывод, наверное, то, что Софья была умненькой девочкой. Это с одной стороны. С другой стороны, она правильно все рассчитала. И в-третьих, она была авторитетна и для Федора, и для Алексея. Хотя она была их младше, но, видимо, действительно, в ней было что-то, да. Софья уже себя показала. Ну, Федор в меньшей степени, Алексей больше. Они так и не стали образованными людьми. Ну, Федор был еще достаточно грамотный, да. Вот, но Софья получила полный курс образования. Ты знаете, как принца Чарльза отправили учиться в Кембридж? Учился он в среднем, но это даже не важно. Понятно, что на всех занятиях вместе с ним присутствовал охранник Саша, понимаете, да? Вот, и после того, как принц Чарльз получил диплом в высшем образовании, ректорат Кембриджа отдала высшее образование этому охраннику. Ну, потому что он везде присутствовал, да. Диплом. Да, диплом, конечно, конечно, да, приятное с полезным, да. Я думаю, здесь такая же история. А так вот, Софья, само собой, прекрасно разбиралась в богословских вопросах после этого. Помимо этого, она знала как минимум два языка – польский и латынь. Обладала обширной библиотекой, которую, видимо, прочитала. В Новодейщем монастыре, в котором она прожила последние 15 лет своей жизни, сохранились книги с ее собственными пометками. Все эти безусловные достоинства перечеркнулись одним единственным недостатком. Саша каким? Она была женщиной. А какие вообще перспективы у царской дочери были в то время? Ну, давайте так, две перспективы. Одна туманная и невозможная – это выйти за кого-то замуж. Почему туманная и невозможная? Потому что Саша, она была такого уровня, что могла выйти замуж только за себе подобного. Или князя, или наследника престола, или руководителя, и самое главное – православного. Тогда не было ни одного государства православного. Нет, ну, конечно, там было молдавское княжество, но бросить Москву, уехать в Яссы. Ну, а позже, как я понимаю, царских дочерей отдавали и без этого условия. Ну, да, Петр Первый изменил страну, и своих дочек он выдал за детей своих союзников лютеран. И Анну Иоанну племяшку тоже выдал. Вот, а так шанса никакого, понимаете, да? Еще раз, только монастырь теперь оставался. И поэтому женщины, дочки дома Романовых до 18 лет дома, а потом в монастырской кельи. Она, Марфа там, да, которые были там активные. Да, незавидная судьба. Определенно, особенно для Софьи. Ну, там есть некоторые женщины, которые созданы для монастыря. Такие тоже есть по своему психотипу и прочее, да. Тихие, покорные, верующие в Бога, соблюдающиеся эти вещи. Софья была немножко другая. То есть трагедия Софьи была о том, дорогие друзья, что она предусхитила век. Ну, об этом еще поговорим. Семен Полоцкий отмечал, что Софья куда более остальных освоила грамоту, чем мальчики. Царевна действительно оказалась способной ученицей. Любимые книги, которые мы уже сказали, да, где она делала пометки, это тоже интересно. О реформах английской королевы Елизаветы I. То есть понятно, кого она пыталась лепить свое будущее, да? А она также писала стихи. Ну, там еще театр у нее был свой, да, где она ставила Мольера, например. Да, но это все было внутри Кремля. Если, дорогие друзья, ну так вот перефразировать, в чем отличие Петра и Софьи. А Софья проводила реформы или европизацию нашу страну внутри Кремля. Ну, она любила бритых мужчин. Поэтому все чиновники при ней, которые работали в Кремле, брились. Они приходили из Москвы, снимали свои там бекеши, тулупы и прочее, переодевались в европейскую, польскую одежду и были там. Понятно. Когда возвращались домой к себе, они все это снимали и, переходя к крепостную стену, они сливались с местным населением. Поэтому, да, если мы говорим о Софье, это реформа внутри Кремля. Если мы говорим про Петра Первого, я утрирую, дорогие друзья, это реформа внутри одного города, Санкт-Петербурга. Справщик московского печатного двора Сильвестр Медведев, современник Царевна, отмечал, что ей досталось семь добродетелей. Целомудрие, благочестие, великодушие, щедрость, мудрость, правдолюбие и, наконец, дар слова. Ну, он это написал, конечно, когда Софья жила, но он это написал для себя, да, то есть, ну, как бы, да, вполне возможно, что есть. Вообще, если смотреть на работы и воспоминания современников, ну, кроме Петруши, конечно, Петра Алексеевича, резко отрицательных отзывов в современниках о Софье мы не знаем. Однако, несмотря на ум и таланты Софьи, некоторые все равно судили о Царевне, в первую очередь, по внешности. Ну, она была недостаточно красивая, она была маленькая, толстая и с усами. Французский дипломат Фуа де лавиль в труде «Любопытное и новое» о Москве и писал «Она ужасно толстая. У нее голова размером с горшок, волосы на лице, волчанка на ногах. Ее ум, достоинство в оси несут на себе отпечаток безобразия его тела». Дальше он пишет «Ибо насколько ее талия коротка, широка и груба, настолько ум у нее тонок, проницательный и искусствен». Ну, француз, он везде француз, даже в Москве. Да, но все-таки скажу, это он все писал, ни разу ее не видев. А вот так вот даже. Конечно. Да, он привел рассказ одного из придворных. Ну, так или иначе, давайте мы еще. Вначале с вами поговорим еще о ситуации после смерти Алексея Михайловича. Итак, при смене правителя в 1676 году София, возможно, действовала в интересе своего брата Федора, поскольку существуют различные слухи о том, что она умоляла тогда своего отца, умирающего царя, не объявлять Петра своим наследником. Ну, еще раз, Петру было 4 года. Это как бы смешно вообще. Но способность Федора руководить Россией была поставлена под сомнение из-за его слабой натуры и плохого здоровья. Почему было плохое здоровье, мы с вами достаточно много говорили в других передачах, поэтому остановиться здесь не буду. А Федору сколько было? Где-то 22 года. Во время краткого управления его с 1976 по 1982 год, утверждают многие историки, Федор практически правил под протекторатом своей сестры Софии. Еще раз, он был болел, а все идеи были как раз от Софии. То есть, как там говорили, царь сказал, бояре приговорили, здесь было, София написала, Федор подписал. Когда здоровье молодого царя стало ухудшаться, все больше людей стали давать ему советы, и София обнаружила, что ее влияние неуклонно падает. Воспользовавшись тем, что двор никогда не был открыт для женщины в ее положении, она использовала свои связи, нашла союзников и официально планировала закрепить свой трон. И когда он умер, 7 мая 1682 года, София немедленно вернулась на политическую сцену. Она присутствовала на похоронах своего брата и вызвала при этом переполох. В эпоху Софии, Саша, родственницы царя женского пола, были отстранены от двора и других политических сфер. И похороны традиционно проходили без женщин. София ворвалась на похороны, настаивала на своем присутствии и одновременно вызвав цепочку событий, которые привели ее к регенству. Ну, мы знаем эти прекрасно, да? Следующим наследником, дорогие друзья, должен быть стать брат Иван. Да, ему было 14 лет. Вот, но Иван V не интеллектуально, не физически, вот, не мог быть русским царем. Ну, давайте так скажем, не политкорректно, но как писали об этом, он был полоумный. И самое плохое было то, что он еще был практически слепой. И с каждым годом у него зрение все время ухудшалось и ухудшалось. Второго Ивана Темного страна не хотела в принципе. Что было понятно. И поэтому произошла вот эта вот самая боярская, не то что боярский переворот, но, скажем так, патриотическое решение Боярской Думы. Неожиданно бояре объявили, что новым наследником престола становится Петр Алексеевич, которому было 10 лет. Петр был здоровый, умненький и противостоял своему брату разительно во всех этих вещах. Да, понятно, что бояре у нас любят интриговать, но здесь интрига была как раз в другом направлении. Даже каждому там главному интригану того времени было понятно, что Иван не может. А смута проходила еще 50 лет тому назад. Ну, исторически кто-то может даже и присутствовал при всех этих прекрасных вещах. Поэтому повторять смуту в России – это самоубийство в принципе. Так или иначе, они проголосовали за Петра. Ну, скажете, все отлично. Только маленькое, но Петр был от Нарышкиной. А Иван и Софья были от Милославской. После панихиды в честь усопшего Федора Алексеевича Софья объявила. Наш брат Иоанн старший, и его не избрали царем. Если мы провинились в чем-то перед вами и боярами, то пусть нас пошлют уже и края, христианским королям. То есть Софья, Саша, создала настоящую провокацию политическую. Да, кроме того, что вот она говорила такие вещи, была на похоронах и прочее, она заслала своих агентов в Стрелецкую Слободу и передала им, что как только Нарышкина станет царевичем, то их войска упростят, то есть сократят. Что, конечно же, не нравилось Стрельцам. И не просто сократят, а их заловня отдадут полкам нового строя. Солдатским, драгунским, гусарским и так далее. Стрельцы это вообще в принципе не могли пережить никак. Ну, потом зашел вслух, что Иван был убит в племянских палатах. Мы про Хованчину с вами уже говорили, про все эти интересные вещи. И 15 мая 1682 года произошел переворот. Когда Стрельцы устроили переворот, расправились с Нарышкинами, которые были вокруг царицы Наталии. А дядю царя Ивана Нарышкина убили. А потом его тело таскали по городу. Издевательски крича «Боярин идет дорогу». Ну, после этого Нарышкин согласились вмещать на странство еще и Ивана Милославского, Ивана Пятого. Регеншей принесершеннолетним братьев стала Софья. 26 мая выборные от Стрельцких полков появились во дворец и потребовали, чтобы старший Иван признавался первым царем, а младшим Петром. Опасаясь повторения погрома, бояре согласились, и патриарх Яаким тотчас совершил в Успенском соборе торжественный молебен о здравии двух нареченных царей и 25 июня венчал их на царство. Ну, давайте так, дорогие друзья. Я уверен, что взаимоотношения до этого переворота между Софьей и Петром, братские или какие-то другие, их просто не существовало, потому что они разного возраста, семьи разные и прочее. Нечего вообще. Но после того, как Софья возглавила Россию, и было понятно, что рано или поздно, поздно – это через 7 лет, когда Петру будет 17, да? Это самый край. Ну, так и произошло, если мы понимаем, да? А ей придется отдать ему власть. Конечно, Софья стала более внимательно смотреть на своего брата. Ну, и брат тоже. Я думаю, ему наговорили в ухо много интересных вещей. И, как я уже сказал, Софья стала регеншей с титулом «Великая государыня, благоверная царица и великая княжна». Ну, Наталью Кирилловну отправили в Семеновское, деревню, да? Петра отправили в Преображенское, а Ивана отправили в Измайловское. Ну, я думаю, что три этих названия – сейчас это микрорайоны Москвы, да? Мы знаем не только по станциям метро, но, наверное, как бы и понимаем, что это название первых полков нашей армии, будущей, да? Семеновский, Преображенский и Измайловский. А Петр и его окружение оказались унижены, они проиграли эту партию. Возникла первая линия непонимания. Первая черная кошка, которая пробежала между Петром и Софьей. Их обидело именно то, что их сослали? Нет, то, что они проиграли. Ну, Софья, если отвечая на твой вопрос об отношении друг к другу, Софья называет его в этот период одним словом «волчонок». Он ее называет «злая сестра». Тоже по имени не называет. Ну, и Софья сделала все, чтобы во время реагентства Петра Первого не было учителей. Да, еще раз, Никита Зотов. Ну, эту историю мы уже говорили. Это Софья подобрала, думного диака, да? Алкоголика, который единственное, что научил Петра Первого – это пить. Да, в таком возрасте, когда ребенок пить не должен, в принципе, да? Ну, Софья хотела показать все возможное, что Петр не может править. Да, Петр тупой, как брат Иван, а Иван – это же была аксиома, всем было понятно. И поэтому Софья должна должна руководить, поэтому она должна была унизить Петра и доказать всем остальным, что она хорошая, а Петр плохой. Софье в этот момент 24 года. Сергей, у нас была программа про Софью, но все-таки напомни, что она сделала во время своего реагентства. Ну, она изменила некоторые законы, в частности, смягчила наказание за воровство. Но если раньше вора сразу казнили, то она ограничилась течением одной руки. Когда в грановитую палату пришли лидеры старообрядцев, чтобы побить челом об исправлении православной веры, Софья на следующее утро приказала арестовать зачинщиков. Один из них, утверждавший, что победил в диспуте, был казнен, другие рассуждены по дальним монастырям. То есть Софья был свой взгляд на русское православие. Да, это 100%. А царевна занялась образовательной сферой. В Москве появилась славяно-греко-латинская академия. Хотя мы все говорим, что это при Петре Первом. Нет, дорогие друзья, это организовала Софья. А в планах у Софьи также было организовать женское образование. Она понимала, какими преимуществами могла обладать образованная женщина. Правительница активно занималась и внешней политикой. В 1989 году был подписан Нерчинский договор с Китаем, который впервые определил границу между двумя государствами. То есть это был первый настоящий договор с Китайской империей, с империей Цинь. Сейчас это модно, дорогие друзья. Но в принципе, мать городов русских Киев стал русским официально при Софье. Софья купила его у поляков. В 1686 году был заключен Вечный Мир. А при том, для нас он был достаточно роскошный. То есть после воссоединения Украины с Россией и длительной русско-польской войной, окончившись немиром и перемением, Киев переходил Россию временно, на пару лет. Потом его вроде подлежало отдать. Но царь Алексей Михайлович и Федор Алексеевич Кли, что отдадут этот город, скажем, скоро. Но затягивали процесс. Вот Софья удалась небывалая. В 1886 году польский король Ян Собецкий со слезами на глазах приписал договор, согласно которому отныне Киев становится навсегда русским городом. А почему поляки пошли навстречу нам? А тогда началась агрессия Османской империи. Они в Европу поперли в большом количестве. Но это знаменитая осада Вены. Да. И создается священная лига, куда входили Австрия, Польша, Венеция и Рим. Но дела у лиги идут не очень хорошо. Им нужен был какой-то союзник. А еще при том Ян Собецкий терпит в Молдавии страшный разгром. И понятно, что без России лига – мертворожденный проект. А Россия в лице Софьи и его правительства заявляет. Мы согласны. С условием, что Киев наш. Да. А никакой другой. Пусть они платят, рыдают. Поляки и так далее и тому подобное. Но, да. Так или иначе, эту войну за Киев, она была закончена при Софье. Ну, Софья понимала, что он не может править долго, Саша. И в отличие от Иоанна, ее сводный брат младший Петр был дееспособный. И, конечно, вокруг него были стукачи, соглядатые, которые докладывали все, что делает Петр. Ну, во-первых, да, докладывали и слова, которые он говорит про свою любимую сестрицу. Да. С другой стороны, его опора на немецкую слободу, как единственных учителей. Если Софья не дала учителей, то немцы будут этими учителями. Ну, хочу напомнить, дорогие друзья, что Петр и Иван, они были царями, а Софья была регеншей. И для дипломатов из Европы она, в принципе, была никто. Но как в советское время, генеральная секретарь ЦК КПСС для европейских и американских лидеров – это не та должность, понимаете? Нужна государственная должность. Поэтому Софья пыталась показать свою, ну, скажем, вынуждена была приглашать на переговоры маленьких детей. Для них, как известно, был построен специальный трон с двумя седалищами, и она как кукушка там вылезала и прочее. Да, это есть даже картина такая, по-моему, известная довольно. Поэтому всем было понятно, что Петр, становясь все взрослее, он все больше ей хамил, с одной стороны, а Иван, наоборот, да, как бы ему было все равно. И поэтому Софья решила женить Ивана, еще раз, он на 4 года старше Петра, и стать регеншем при сыне Ивана, который должен был Иван родить, простите, да. Да, нашли жену, молчаливую Просковью Салтыкову, но она родила Ивану, ну, трех дочек. Костомаров, ну, известный историк, пишет, есть предположение, что в этом выборе царя Алексея Михайловича было участие царевны Софья. Это подтверждается, во-первых, тем, что Софья же прежде относилась благословно к родителям Просковьи, пожаловала им звание боярина. Во-вторых, по слабоумию своему Иван Алексеевич едва ли был способен в чужом влиянии решиться на такой важный шаг в своей жизни. Как вообще у полуумного умудрились родиться вполне приличные дочки? У него голова не работает, а все остальное у него работает. Я как раз об этом, но наследственность. А может быть, по матери тут наследственность. Хотя, конечно, некоторые, я с этим не согласен, дорогие друзья, которые пытаются все время понизить Анну Иоанновну, там, называя ее численькой какой-то, об этом тоже вспоминали. Ну, еще раз, ну, если мы помним еще с вами дарвинизм или морганизм и сманизм, там, 12 или сколько там делений, да, кто-то да может появиться. Ну, извините, цинично. Иван может и не знать, что в эту ночь забеременел кто-то другой, да, был в это время с старицей для поддержания внутреннего порядка в России, да, патриотичном, да. Да, поможем России выступить, да, и родишь здорового мальчика, чтобы он после этого правил. Все равно же ты мамой будешь. Там все достаточно сложно. Вот, ну, и при том она была, Салтыкова была красавица. А Прасковья, кстати, заявляла в это время, есть свидетельство шведского дипломата при русском дворе, по-моему, Хильдебранд Горный вызвали. Она повторяла ему, что скоро умрет, чем выйдет за больного и хилого Ивана, но ее выдали насильно. Думаю, что здесь что-то было. Венчание состоялось 9 января 84 года. Обряд венчания в соборной церкви совершал патриарх. Да, а наутро следующего дня было велено это, как велось это обыкновенно, царь и царица готовили мыльни разные. И ходил царь в мыльню, и при выходе из нее возлагал на себя сорочки и порты, и платье иное, а прежнюю сорочке велено было сохранить постельничьего. А когда царица пошла в мыльню, с нею ближайшей женой и осматривали ее сорочку, и осматрив сорочку, показали, что она, скажем так, уже жена. Понятно. Ее отец Алексей Салтыков был перевинован по случаю свадьбы Федора и пожал он в бояре. А что значит переименовать? А тогда это было популярно, ведь, давайте так, жену Петра Первого на самом деле зовут не Евдокия, хотя везде пишется, да? А как вы можете спокойно посмотреть в Википедии? Ну да, считалось, что, видимо, новый статус. И как же ее звали? Ее звали Просковья. Это изменение имени Саша подтверждает, например, Патрик Гордон. Ну, еще раз, а мы еще, дорогие друзья, с вами прекрасно понимаем, что вся династия Романовых, жены царей и императоров, носили какое отчество? Федоровны. Вот он и стал Федором, потому что, еще раз, главная икона женская или династия, или семьи Романовых, это Федоровская Божья Матерь. Будете в Костроме, она в монастыре там находится. Это главное, да? То есть, когда Михаила Романова ставили на престол, он целовал именно эту икону, да? И поэтому Федоровский городок у нас есть в Царском селе, и поэтому спас на Полтавской улице или на Миргородской. Ну, там, где, Саша, есть еще Кремлевская стена около Московского вокзала, где молочный завод был. Это же тоже церковь святой, иконы Федоровской Божьей Матери. Поэтому, да, отчество это было еще распространено, не только среди немок. А почему Екатерина была Алексеевной? А здесь сложно. Здесь сложно, но потом все были Федоровны. Пять лет у них не было детей, а потом Прасковья забрюхатила. И это считается главным толчком, что Наталья Кирилловна решила женить своего сына Петра Алексеевича. Да, невеста Петра, она была Прасковья. Вот, и сменили на Евдокию Федоровну. Она была Прасковья Иларионовна, а стала Евдокия Федоровна. В раке, в особом тереме в Кремле, Прасковья Иван прожил 12 лет, произведя на свет пять дочерей, ни одного мальчика, что облегчило династическую ситуацию с приходом динамичной власти Петра Первого. Нарышкины включились в эту деторожденную гонку, пока Иван рожал девочек. Да, на это просто смотреть на Рышкины не могли. И поэтому Петр тоже включился в эту гонку по зачатию детей. Да, нужен мальчик, любой ценой. Нашли для нее еще раз Прасковью Иларионовну Лопухину. Да, и без согласования этого вопроса, 16-летним женихом Петром его женили именно на ней. Да, Лопухины были захудалый род, но очень многочисленный. Они готовы были воевать за власть. Венчание Петра Первой Лопухиной состоялось 27 января 1689 года. В церкви Преборженского дворца событие было знаковым для тех, кто ждал, что Петр сменит свою сестру, так как по русским понятиям женатый человек считался совершеннолетним, и Петр в глазах своего народа получил полное нравственное право избавить себя от опеки сестры. Сергей, поначалу, каковы были взаимоотношения Евдокии Лопухиной и Петра Первого? Ну, давайте так, Евдокия была воспитана по старинным обычаям домостроя. Ну, другую бы не выбрали, понимаете, да? Да, и, конечно, не разделяло интересов прозападного мужа, да? Я напомню, дорогие друзья, чтобы ехать из Преборженского, напрямую в Кремль надо было ехать через немецкую Слободу, то есть Петра поселили туда, где были немцы. Поэтому с детства набрался именно этих прозападных идей. Курил, пил, во флот играл и многие другие вещи. Жена его не понимала в принципе. Это вообще большая трагедия Саша, когда женщина не понимает своего мужа. Так или иначе, как писал Борис Иванович Куракин, который был женат на сестре Ксении, А, Евдокии, да? И была принцесса лицом изрядная, только ума посреднего и нравом, не сходчивая своему супругу, отчего счастье своего потеряла и весь свой рост сгубила. Правда, сначала любовь между ними, ей и царем Петром, была изрядная, но продолжалась не больше года, но потом пресеклась. К тому же царевна Наталья Кирилловна невестку тоже ненавидела, потому что она, ну, скажем так, да, была красивая, но не очень умная. Ну, да, и после этого они практически не жили. Она родила с расследник престола Алексея, в принципе, после этого была уже, в принципе, не нужна. А у Петра появились новые женщины в немецкой слободе. Анна Монс, например. А вот так или иначе, 30 мая 89 года Петру исполняется 17 лет. Он к этому времени уже женат, совершеннолетний и прочее. Поэтому Софья понимала, что время ее приходит в конец. Притом Петр предпринимал Саше много попыток настоять на своих правах, но вначале безрезультатно. Старелецкие начальники и приказные сановники, получившие свою должность из рук Софьи, по-прежнему выполняли только ее распоряжение. Активность Петра сильно тревожила Софью, понимавшая, что с натуплением совершеннолетия ей придется расстаться с властью. Однако одно время сторонниками церевны вынашивался план коронации. Но тут стала русская провоциальная церковь. Патриархия Аким был категорически против. Ну, дорогие друзья, еще раз, Софья умница. Она была прекрасным руководителем нашего государства. Ну, выбирать между умницей, профессионалкой, авторитетной женщиной, да, грамотной, и между малолетним алкоголиком, притом еще занимавшейся разной безовщиной, ходявшей в европейской одежды, курив и так далее, и тому подобное. Но мужского пола. Но мужского пола, поэтому патриархия Аким выбирает только его и никого другого. У Софьи не было, к сожалению, вообще рычагов, чтобы как-то это изменить. Это ее трагедия, конечно. А как Иоанн на тот момент? Ну, Иоанн еще был жив, рожал своих дочек. Конечно, Иоанн для Софьи был, вот да, но для этого Петр должен закончиться. Тут как бы, да, но об этом еще поговорим. Вообще, дорогие друзья, если мы попытаемся сказать, почему же Петр пришел к власти, а Софья была отправлена в монастырь, здесь надо искать в неудачах политики Софьи. В первую очередь, это были так называемые крымские походы. То есть Софье нужна была, как говорил Плеве, маленькая победоносная война. Для нее и для фаворита Василия Голицына, который не был военным, но туда ходил. И закончились эти два похода катастрофой. Да. Не подготовлено казнократство, отсутствие воды, выжженная земля, ну там в районе Перекопа, да, вот провели войска, которые после этого вернулись, они были недовольны Софьей и недовольны Голицыном. Поэтому, да, было понятно, что теперь и армия тоже оказалась недовольным. А Софья, как бы и не заметила этих поражений, она щедро наградила Василия Голицына за победы. Да, кто там видел побед? Никто, кроме нее. Возле 16 лет Петр I потребовал, чтобы Голицын отчитывался перед ним по всем вопросам. Софье это услышала и не понравилось. 6 июля 1989 года в праздник Казанской иконы Божьей Матери пришел первый публичный конфликт между возмужавшим Петром и Софьей. В тот день по обычаю совершался крестный ход из Кремля в Казанский собор. Казанский собор, Саша, находится, и дорогие друзья, находится на Красной площади. Вход в Казанский собор и вход в музей, исторический музей, да, находятся друг против друга. Там еще рядом вход в ГУМ, так называемый. По кончанию обедней Петр подошел к сестре и объявил, что она не имеет права идти вместе с мужчинами в этом процессе. Софья приняла вызов, взяла в руки образ Пресвятой Богородицы и пошла за крестами-хоруглами. Не подготовлен к такому исходу, Петр покинул ход. 7 августа 1989 года произошло решающее событие. В тот день царевна Софья вилела начальнику Стрельцов Шегловитому снарядить побольше своих людей в Кремль, будто бы для сопровождения ее в Донской монастырь на Богомоле. И вместе с тем распространились слухи о том, что Софья собирается уничтожить Петра. Даже несколько стрельцов ночью пробрались в Преображенское и сказали, батюшка, тебе хотят Щегловита и Софья пытаются тебя убить. Услышав об этом, Петр, практически не одетый, в ночной рубашке, скакивает на лошадь и бежит под защиту Патриарха Иакима в Сергеев Посад. Почему именно туда? Ну, дорогие друзья, во-первых, это рядом, а во-вторых, надо понимать, все русские монастыри, это в том числе и фортификационные сооружения, это крепости. Там можно сидеться, хоть сколько там, сутки, почему не больше, пока не подойдут Семеновские и Преображенские полки, которых полностью контролировал Петр. Так или иначе, действительно, к Петру подходит Преображенские и Семеновские полки, потом начинает бежать из Москвы чиновники. Патриарх Иаким тоже на стороне Петра. Софья пыталась сунуться, но на середине дороги в Лавру ее остановили с подвижники Петра и сказали, иди назад. 27 августа пришла новая грамота царя. Идти всем полкам к Троице. Большая часть войск повиновалась. И царевны Софье пришлось признать поражение. Видя, что сопротивляться Петру невозможно и в стрельцах нет поддержки, Софья сама идет в Троице мириться. Но Петр с ней уже не встречается. Ее отправляют в Новодевичий монастырь. Лишается она не только власти, но еще князя Голицына, который ночегловитого отрубили голову, а Василия отправляет в Каргополь. Позднее в Пенегу. Это Архамедская область. Вот. Ну, отправляя их за самоуправство в управление за нерадение в крымском походе, ну, было понятно, почему. Не избежал казни и преданный Софье Сильвестр Медведев, обвиненный как еретик государственный преступник. Сначала его сослали, а потом в 1991 году добили уже там на месте ссылки отрубили ему голову. Расправляясь с друзьями Софьей, Петр написал своему брату Ивану письмо о своих намерениях. Теперь, государь-братец, настает время нашим обоим особам, Богом вручено нам царство, править самим. Пони же пришли к меру возраста своему и третьему зазорному лицу, сестрице нашей, с нами двумя мужскими особями, не быть на одном уровне. Сравно, государь, при нашем совершенном летнем возрасте слушать кого-то нам. Понятно. Иван совсем согласился, да? Итак, ее отправили сначала в Свято-Духовский монастырь, а потом в Новодевичий. Ну, он более далекий от центра, от Кремля. Но в монахине она не постриглась. Место заточения Софья выбрала самостоятельно, ведь она всегда любила Новодевичий монастырь, куда в лучшие годы своей жизни часто являлась на Богомолье. В борьбе Софьи с Петром Иван Алексеевич сначала стоял на стороне сестры, да, а потом полностью растворился в своем брате. Ну, рано или поздно в 96-м году он умер, и с этого момента можно сказать, что Петр единственный русский царь, хотя практически это уже было с 89-го года. Софья еще раз была отправлена в Новодевичий монастырь. Там она потеряла власть, и перед окнами ее кири по приказу царя были повешены сторонники царицы, на всякий случай, да, но это после стрельцкого бунта. Сестра Софьи Марфа была также подстрижена под именем Маргариты и сослана в Александрову Слободу, это Владимирскую область сейчас, Саша, в Успенский монастырь. А как прошла дальнейшая жизнь Софьи в монастыре? Ну, первоначально все было достаточно спокойно, а при ней находились кормилица, вдова Марфа Вяземская, два казначея, которые оплачивали любые прихоти, и девять постельниц. По распоряжению Рамадановского сестрам Софьи разрешалось передавать ей еду и разные вещи через их служанку. К ней в любое время допускали посетителей, и она сама имела возможность прогуливаться по всей территории монастыря. У монастырских ворот стояли караулы из ста солдат Превраженского и Семеновских полков, под командованием одного подполковника или двух капитанов. Ну, это серьезно. Когда умер Иван, она была отпущена на погребение, разрешили ей прийти потом, после всех. По одной из версий, царица Софья узнала о появлении бегалых стрельцов, когда те появились в Москве. Это мы говорим про 98-й год, про стрельцовский бунт. Об этом сообщила царевна Марфа Алексеевна, передав записку в еде через служанку Абдотью. В послании было написано, стрельцы к Москве пришли. Софья прислала ответ, «Что будем делать?» Марфа сообщила, велено рубить у сторонников Петра. Как показали под пытками постельничьей, Софья, прочитав записку Марфы, сказала, «Жаль их бедных». Предположительно, стрельцы, пока находились в Москве, передавали Софье челобитную через царевну Марфу. Среди стрельцов, которые подняли бунт, было зачитано два написанных царевне Софье письма, призывающие полки к бунту и свержению Петра. Подлинность писем так и не была установлена. Сейчас современные историки не знают, что о них говорить, но Петр I, проводя досмотр следствия, он тоже не нашел доказатель, что это написала Софья. Петр, убежден, был виновницей царских сестер и самолично участвовал в допросе Софья. Ну, Петр во время стрельцовского бунта был в Вене и оттуда же поскакал обратно. Стрельцовский бунт был подавлен воеводой рамадановским. Но Петр вернулся и устроил повторное следствие, по которому было казнено утро стрельцовской казни. Я думаю, мы эту картину с вами знаем. Да, он лично прибыл в монастырь и устроил историческую очную ставку стрельцы против царевны Софья. Разыгралась тяжелая сцена. На руках у царя была подметная грамота, опущенная в ход неким Василием Тумой, стрельцом. Листок приказал отстранить Петра от власти и отдать власть Софье. Царевна обожилась, что не знает никакого Туму. Уличить ее так и не смогли. Иногда думают, что она говорила правду. В стрельцах хватало авантюристов, готовые действовать на свой страх и риск, ставя сильных мира всего перед фактом. Итак, казни в Москве начались 10 октября. Всего было казнено более тысячи стрельцов. Около 600 были биты кнутом, клеймины и сосланы. Пятерым стрельцам Петр отрубил головы лично. Пять месяцев трупы казенных стрельцов не убирали с места казни. Австрийский дипломат Йоган Корп писал об этом. Три затенщика губительной смуты, которые, подав челобидной Софи, приглашали ее к управлению государством, были повешены у стен новодейшего мастыря у самого окна Софиной кельи. Притом один держал бумагу в руках сложенной наподобие челобидной и она к нему была привязана мертвыми руками. Вероятно, пишет австрийец, это было сделано для того, чтобы сознание прошлого терзало Софию постоянными угрызениями. Тем более, что Петр распорядился не убирать трупы. А деваться Софии от этого ужасного зрелища было некуда. Так они и провисели перед окнами Софии кельи до следующей весны 1699 года. А по царскому указанию ее постригли на сильный монастырь под именем Сусана. У нее сохранил Саша свой двор, сохранились свои люди, но до жизни она пребывала в монастыре и звалась только Сусаной. Софии ее звать было запрещено. В действительности Петр, конечно, очень жестко с ней обошелся. Софии запретили разговаривать даже ее духовнику. Они перестукивались из-за этого. А кормить ее доверили только глухонемой служанке. Доведенная до отчаяния бывшая правительница впала в ярость. Она стала грызть Библию от бессилия. Это Библия, которая, скажем так, с зубами Софии сохранилась. Она есть в архиве. Вот. Глядя на этот неправильный прикус царевны, некоторые историки считают, что она повредилась рассудком. Ну, вполне возможно. 3 июля 1944 года София умерла. Ее похоронили Саша в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря. После смерти о ней стало ходить множество народных легенд. Ну, понятно, невинная, несчастная. Согласно одной из них, царевна на самом деле похоронена в Нижегородском старообреческом скиту Шарпан, куда она якобы сбежала. В начале 21 века сложилась народная традиция оставлять надписи на стенах на прудной башне этой самого Новодевичьего монастыря. Содержание таких граффити бытовые просьбы во всех их полноте. Святая София образуем сына, помоги ему трудоустроиться, помоги быть сильным, помогли поступить в институт, помоги вылечиться, чтобы никто не говорил больше, что я глупая. И даже Святая София помоги мне вернуть долг 15 тысяч в скором времени. Спасибо. Ну, еще раз, в разное время появляются разные святые. Понятно, что она никогда святой не была в принципе. Но вот в конце 20 века у нас появляются вот такие интересные вещи. И все-таки где она похоронена? В Смоленском соборе Новодевичьего комплекса. Это можно посмотреть, можно увидеть. Вот такая жизнь, вот такое взаимоотношение. Как видим, дорогие друзья, отрицательные отношения друг к другу сложились не потому, что они по характеру отличались друг от друга, характерами были как раз похожи, а именно политическая ситуация. Кто будет у власти? Они власть не поделили, поэтому и ненависть была вот такая. С другой стороны, Петр, понимая, что не Софья устроила стрелецкий бунт, он все-таки не стал доводить и не казнил ее. Хотя своего сына Алексея он казнил. Это уже другая история, возможно, мы о нем еще поговорим. Вот такая Софья. Да, она предусмотрела свой век, Саша. И, наверное, опять-таки, борясь с этой женщиной, Петр I потом и вел женскую эмансипацию. Пусть она была только для дворянок, но это уже был шаг вперед. И женщины были обязаны получить образование, обязаны были ходить на ассамблеи, танцевать обязаны, обязаны были уметь беседовать. Это уже были женщины нового поколения. Да, русские дворянки XVIII века. Без Софьи это было бы невозможно. Да, эмансипация русских женщин проходила тяжело, но она медленно, но проходила. И понятно, что если матери Елене Гленской бояре не позволили иметь любовника, за это ее отравили, то Софья уже спокойно могла иметь любовника. Все об этом промолчали. Может быть, там как-то они сквозь зубы это все видели и молчали, но факт такой был, что действительно Софья имела, да, потом уже в начале XVIII века Петр уже еще больше изменил. Женское образование появляется при Петре I. Да, поэтому вот такие взаимоотношения трагические. Спасибо, Сергей. Теперь давай перейдем к нашей викторине, в которой мы разыгрываем книгу. Книгу нам предоставляет Санкт-Петербургский Центр благородного воспитания. Итак, давай вспомним вопрос прошлой программы. у нас было про первые пятилетки. Итак, дорогие друзья, в программе о первой пятилетке вопрос был такой. Одной из целей первой пятилетки была индустриализация текстильной промышленности. Я просил вас назвать, как называли первую пятилетку корреспондент журнала Работница. Правильный ответ Ситцевая. Ну, дорогие друзья, первая пятилетняя годовщина. Первую годовщину называют Ситцевая, первую пятилетку тоже. Есть у нас правильные ответы, Саша? Да, первым правильный ответ прислал Максим Ткаченко. Поздравляем Максима с хорошей книгой. Новый вопрос. В книге Всеволода Соловьева, рассказывая о борьбе за русский престол в конце 17 века, книга названа, как и персонаж произведения 1834 года. Это название представляет собой сложное слово, которое пишется через дефис. Воспроизведите это название. Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радио виват собака мейл.ру Либо через наше сообщество ВКонтакте вы можете отправить ваш вариант ответа в личном сообщении Сергею Виватенко или мне Александре Ромашовой. На сегодня все. Это была программа Виват История. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. До новых встреч в эфире, дорогие друзья. Берегите себя. Виват История Редактор субтитров Корректор А.Кулакова